ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Бессмысленный, бездонный омут смерти. Причина этой дикости заключалась в том, что общественность в довоенной Европе рассматривала войну как нечто чрезвычайно полезное и даже необходимое. Народные массы во всех странах встречали известие об объявлении войны с радостью и воодушевлением. Лидеры государств с великой гордостью отправляли своих солдат на фронт. Самая же главная причина столь нездоровой реакции людей на объявление войн заключалась в широком признании и популярности в обществе тех лет понятия социал-дарвинизм. Американский историк Томас Непп комментирует это обстоятельство следующим образом. Война не была большим сюрпризом. До 1914 года в широких европейских кругах война была желанным и ожидаемым явлением. Убедительное число фактов показывает, что большое число европейцев во всех странах относилось к известию о войне с радостью. Считалось, что война имеет очистительный, воодушевляющий и омолаживающий эффект. Образовательные системы большинства европейских стран были охвачены духом соревнования в преподавании учащимся идей некоего социал-дарвинизма, согласно которому война представлялась почетным и оживляющим жизнь событием. Социал-дарвинизм был своего рода адаптированный для общества версией теории эволюции Чарльза Дарвина. В своей теории, которая позднее была сокрушена неоспоримыми фактами науки, Дарвин утверждал, что все живое в природе ведет непрерывную безжалостную борьбу за выживание. Он также отстаивал идею о том, что человек – это одно из развитых видов животных, которое также прогрессирует в ходе борьбы и конфликта. Это глубоко ошибочная теория, которая в условиях примитивного уровня развития науки казалась неоспоримой научной истиной широким массам общественности и составила идеологическую подоплеку разжигания Первой мировой войны, впрочем, как многих социальных катастроф прошедшего век. При изучении дневников и писем из личной переписки лидеров европейских держав, участвовавших в провоцировании и разжигании Первой мировой войны, влияние социал-дарвинизма видно еще более отчетливо. Эти лидеры отвергли совершенную мораль божественных заповедей и повелений, благую нравственность, основанную на милосердии и человеколюбии, и приняли к внедрению в жизнь идеи социал-дарвинизма. Так, например, начальник генштаба Австро-Венгрии, генерал-фельдмаршал Конрад фон Хетцендорф, писал в своих послевоенных мемуарах. Вера и религия, выдвигающие на передний план идеи человеколюбия, порой действительно могут ослабить борьбу человечества за выживание. Но эта борьба является движущей силой прогресса. Большая катастрофа мировой войны произошла в полном соответствии с этим великим принципом. Война – это закон природы. Фридрик фон Бернарди, один из генералов Первой мировой войны, проводит такую параллель между войнами и так называемыми законами эволюции в природе. Война – это биологическая необходимость, столь же необходимая, как и борьба живых организмов в природе. Она дает биологически своевременные результаты, поскольку эти результаты связаны с основополагающими особенностями живых существ. Первая мировая война была развязана лидерами европейских держав, которые считали, что войны, кровопролитие и страдания являются основным законом природы. Идеологическим же источником, который втянул своими ошибочными идеями целое поколение людей в социальную катастрофу, являлась теория эволюции Дарвина. За кровавым занавесом всех войн всегда стоит темный лик Дарвина. В действительности же, человек, вопреки всем утверждениям дарвинизма, вовсе не вид разумного животного, смысл жизни которого заключается в вечном конфликте. Обет Всевышнего Аллаха о тех, кто учиняет войны на земле и творят бесчестие, звучит в Коране так. «И стоит им только зажечь огонь для войны, Аллах гасит его. Они усердствуют на земле творить нечестие, Но Аллах не любит нечестивцев». Человек сотворен Всевышним Создателем и наделен душой, отличающей его от всех других живых существ. Господь повелел ему следовать благой морали. Эта мораль, избранная Аллахом для людей, требует от человека милосердия, братства, любви и мир. Процветание и мир могут вернуться на землю только тогда, когда каждый человек последует в душе этому призыву. Божественное повеление, которое приведет человечество к миру и спасению, нашло свое отражение в одном из аятов Корана. «Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя. И не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих».